Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai Elantra 2002 года выпуска. Двигатель 2 литра, бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 182 тысячи миль. Переберу главный тормозной цилиндр. Здесь суппорта перебирал. Износ колодок неравномерный. Правая сторона изнашивается больше, чем левая. И при торможении, при первом же нажатии, если резко нажимаешь где-то на трассе, машина сразу же тянет вправо. АБС на этом автомобиле. Его то ли упростили, обрезали, выкинули после ДТП, то ли что, но его на автомобиле нет. Подозреваю, что клапан на главном тормозном цилиндре. Ну и манжеты перебрать. Поднимаю автомобиль, снимаю все колеса, чтобы потом прокачать удобно было тормоза. И откручиваю в главный тормозной цилиндр. Открыл капот, а у нас пошел дождь. Снимаю крышку воздушного фильтра вместе с воздуховодом. Откачиваю тормозную жидкость из бачка. Делаю это с помощью вакууматора. Иногда просто спрашивают. С помощью чего подключаю компрессор. И жидкость откачивается. Ну а теперь дело за малым. Откручиваю трубки и откручиваю сам цилиндр от вакуумного усилителя. Снимаю разъем с датчика уровня тормозной жидкости. Беру разрезной ключ. Ключ на 11. Они отходят трубки. Беру разрезной ключ. Ключе. КОНЕЦ За это время трубки просто прикипели. КОНЕЦ Откручиваю нижнюю часть корпуса тоже сниму. КОНЕЦ 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 Нет, нижние легче открутились, они в клапана прикручены. Один клапан я новый заказал, он передний подтекает, ну не знаю, в сам клапан подтекает или по гайке подтекает. Один клапан старый оставлю. Ладно, откручиваю трубки. Наверное, тряпку подложу, если жидкость потечет. КОНЕЦ Трубки я открутил, жидкость действительно подтекает. Тряпку не зря положил. Головкой на 12 откручиваю две гайки. Трубки Рибкий КОНЕЦ Можно снимать цилиндр Заодно сразу почищу резьбы. Рецепт смотрите под видео. Так, ну здесь в принципе пока все. Ничего делать больше не надо. Снимаю с цилиндра бачок, отмываю его, мою цилиндр и разбираю, вытаскиваю поршня с манжетами. Вот у нас ливень в январе разошелся, дождь. Выкручиваю винт фиксации бачка. Ну и все, бачок можно поднимать. Вот у нас ливень в январе разошелся. Зачем поднимать? Фиксатор находится под бачком. Ну, бачок сейчас отмою. Немножко покрасивее его сделаю. Вот здесь находится фиксатор. Резинки тоже помою, почищу и посадочные. Чтобы снять, снимаю стопор. А вот теперь, чтобы вытащить стопор, надо надавить. Беру отвертку и надавливаю. Смотрим. 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 Продолжение следует... Получается... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Удивительно, но стопора здесь нет никакого. И вот это почему-то соскочило. Да, здесь бачок можно было и не снимать. Я думал, что здесь стопор будет, стопора нет. Но манжета подношенная наружная. Сам цилиндр живой. В конце, конечно, есть грязь. Сейчас все это отмою, почищу. И будем собирать. Здесь, если посмотреть по манжете... Манжета подношенная, краешек. По идее... Он не должен был разобраться. Здесь, видать, чего-то не хватает. Хотя там ничего не осталось. Сейчас ремкомплект возьму. Сейчас ремкомплект возьму, посмотрю, чего именно не хватает. Отмываю. Как я говорил, один клапан я новый поставлю, а один старый. Вот я его разобрал. И на клапане полно грязи. Просто много грязи. Я сейчас его промою. И вот этот, который я буду оставлять. Снял перчатки, посмотреть. Здесь, в принципе, прозрачно. Снизу только сеточка стоит. А этот вытаскивается. Промою, продую и собираю. Клапан промыл. Здесь, внутри, стоит резиновая манжетка под этот клапан. Он встает в нее плотненько. Дальше, пружинка, колечко и закручивается. В принципе, изнашиваться тут особо нечему. Можно было и не брать. Но брал из опаски. Получится, не получится. Один перебрать, если что, второй. Поэтому их можно перебирать и собирать. Затягиваю. Все помыл, все почистил. Теперь остается только собрать. Ремкомплект оригинальный. 58-510-24А00. Нет, пружинка все-таки сзади никак не крепится. Она просто коронкой упирается в манжет. Да. Никакого дополнительного фиксатора нет. Клапан оригинальный 58-775-2D-300. Идет сразу с колечком. На второй клапан я колечко новое подобрал. Старое уже обжато. Сразу вкручиваю. Я, по-моему, колечко большеватое подобрал. Сейчас посмотрим, войдет сюда, не войдет. Я, по-моему, колечко не буду. Сейчас посмотрим. не нормально входит затягиваю так ну еще потом подтяну так манжеты не сухие были я их тоже немножко смажу это смазка для сборки суппортов я же ее для направляющих использую так ну и вставляю все на место спокойненько входит и так же и ставлю стопорное кольцо и так же и так же как и так же все кольцо установлено также смазываю маленько остатки смазки втулки и защелкиваю их в гнезда беру бачок так и устанавливаю его на место все бачок на месте болт уже почистил можно идти устанавливать на автомобиль бачок на месте тяжелая вот Субтитры сделал DimaTorzok Я сначала трубки наживил, потом наживил бачок, ну цилиндр сам, но при этом я его еще не подтягиваю, вот он у меня спокойненько болтается, трубочки на несколько витков подворачиваю, потому что потом когда цилиндр закрутим, он не будет шевелиться и трубки можно просто на перекос попасть. Субтитры сделал DimaTorzok Все, трубки все крутятся нормально, без усилий, теперь можно затягивать самым главным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Судя по тому, как трубки идут, на этом автомобиле изначально нет АБС. Как такое можно было сделать в 2002 году без АБС? Удивительно! Субтитры сделал DimaTorzok Одеваю датчик, разъем на датчик И заливаю тормозную жидкость Тормозная жидкость фирмы Castrol Dota 4, номер для заказа 157F8B Полный бачок заливаю И начинаю прокачивать с дальнего заднего правого колеса Одел шланг, ослабил штуцер И также с помощью этого же вакууматора Откачиваю тормозную жидкость Если посмотреть Идет жидкость Пока она идет, пойду Педаль тормоза один-два раза надавлю Чтобы набралась Главной тормозной жидкостью И так сейчас по всем колесам прохожусь Сначала задняя правая, потом задняя левая Передняя правая, передняя левая В принципе, я думаю, этого достаточно Закрываем И перехожу на следующее колесо Прошелся я по всем колесам И на передних колесах увидел, что у меня суппорт мокнет Посмотрел Здесь суппорта я перебирал Но поршня я не менял На поршнях была выработка Но не было поршней И один ремкомплект Чуть больше года по-моему поездил После переборки И все Побежал Выработка на поршнях И коррозия сделали свое дело И еще раз убедился, что если Заказывать манжеты на переборку суппорта Обязательно надо заказывать поршня Сколько разбирал Практически везде поршня кончены Как с одной, так и с другой стороны С этой стороны тоже видно Он такой мокренький Ручьем бежать не бежит Но потеет Поэтому Еще предстоит замена поршней На этих суппортах Там в принципе даже его и снимать не надо Будет разбирать Прямо на месте все сделаю Так, ну сейчас Что? Доливаю тормозную жидкость И проверяю на подтекание сам бачок Никаких подтеканий нету Заливаю жидкости Заливаю максимум Ставлю корпус воздушного фильтра Ручки Готов-пай Устанин Тип Бougки Готов-пай Тип Пашки Тип Сварбован Тип Тип Записание Тип 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и все. На этом переборку главного тормозного цилиндра я закончил. Всего вам доброго.